Сегодня на обзоре будет звезда И если вы подумали, что видео будет про очередную городскую сумасшедшую То не спешите, потому что тут все гораздо серьезнее Видели эту афишу? На экраны вышел фильм «Марафон желаний» Проинвестировала его Елена Блиновская, автор знаменитого онлайн-марафона Это движение переродилось в художественный фильм Называется он «Марафон желаний» Многие телеканалы сейчас активно раскручивают это кино И меня даже было чуть не занесу на сеанс Но благо я умею гуглить отзывы Загуглил, значит, смотрю Блиновская Думаю, ёпперес, это аж инфокуртизантка наша Это что теперь получается? Про инфо-цыган фильмы снимают, а что дальше будет? Про каперов начнем снимать Динат, ёпта Так это же твоя мечта Помнишь, ты про себя кино снял? Документальный фильм Теперь снимают на больших экранах Я не понимаю, что ты там сидишь? Ладно, с темы сошлись, не будем касаться этой темы У Елены же это не первая попытка пиара своего марафона Ранее она перепробовала множество способов От всевозможных интервью на ТВ и Ютуб каналах До, внимание, полномасштабных музыкальных произведений Раз, 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 два, три, бэ! Ты не жди милости, а ты раздрая Лучше ты пройди в марафон желаний Все твои надежды, все твои мечты А слушай стрит волшебный И это ты Не слушай их Скептики так нелепы А лучше отпусти Ты свой шарик в небо Ничего не бойся Пусть будет легкий путь Загадай желание Тайное желание Главное желание И счастлив будь Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа В выборе сферы обучения. Я не удивлюсь, если завтра появится тренер хорошего настроения в солнечную погодку. Просто получается, что Елена либо фея, раз исполняет желание, ну тогда она должна летать. Либо разводила. Тогда она может не летать. Люди вроде как перестали верить феи. Выходит, что Лена... Мотивационный спикер, автор и ведущая популярного марафона личностного роста Лена Блиновская. Кстати, у вас сегодня есть уникальнейшая возможность. Вы можете написать на короткий номер 5742 свою мечту. Для того, чтобы вселенная это, в общем, услышала. У вас такая возможность есть. 5742 номер для ваших... Хочу построить самосвал с бензопилами и лазерами и разнести всех вокруг. Отправить. Красаут. Что? Красаут. Я вообще-то самосвал с бензопилами хотел. Идиот. Качай красаут. Там все это есть. Красаут это онлайн экшен, в котором ты сможешь собрать любую боевую машину из тысяч деталей. Совсем недавно в игру добавили новую фракцию строителей инженеров с экскаваторами и бульдозерами. Так что теперь ты точно сможешь закопать своих врагов. Придумывай или бери чертежи с выставки. В красаут ты можешь собрать любые бронемобили сам или брать чужие. Прокачивайся и получай новые детали за победы над врагами. Зарабатывай респект разных фракций, чтобы они открыли тебе доступ к топовым технологиям. Разорвив клочья противника взрывными копьями или смешно подвесь их на лебедки. Покажи уже этим пустошам. Ёппа, РСТ, кто здесь? Батя и самый крутой рейдер. Выполняй миссии, сражайся в клановых зарубах и мочи огромных боссов. Все, что ты найдешь, можно использовать для улучшения машин или создания новых. А что не нужно, продай на рынке другим игрокам. Качай красаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Елена Блиновская является одним из самых известных коучей в нашей стране. На ее инстаграм подписано 2,3 миллиона человек. И пишет она там, что с ней исполняются мечты. И меня, конечно, смущает, что в нашей стране есть 2,3 миллиона человек, которые верят, что Елена Фея исполняющая мечты. Но с другой стороны, здорово, что теперь по подпискам человека можно определить стадию развития личности. В профиле инстафея демонстрируют атрибуты роскошной жизни, путешествия, дорогие автомобили, крутые рэперы, частные самолеты. И все это, естественно, приправлено цитатками из ВКонтакте про успех. Почему некоторые люди не достигают того, чего хотят? Они думают, что могут быть отвергнутыми, если станут более успешными. Когда следующий марафон? То есть работает, понимаете? Всем привет! Меня по-прежнему зовут Арнольд Пиздоманский. Я тренер хорошего настроения. Солнечную погодку! Да-да-да, это я. Я-я-я. Я еще раз я. Сегодня я объявлю о старте продаж нового тренинга. Дорога к цели равно дорога к мечте. Но для начала несколько цитат из ВКонтакте. Вы же не против! Отлично! Успех на 20% состоит из мастерства и на 80% из стратегии. Главная предпосылка успеха – это терпение. Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Наверное, подумали немного преувеличенно. Разве что самую малость. А что вы сегодня ждете от себя? Поконкретнее. Что бы вас заставило реально завтра жить жизнью вашей мечты? Ну, какой-нибудь лохотрон, я не знаю. И нужно всего-то навсего. Что? Здесь и сейчас. Не томи. Жить. И вот хотела-то я именно вот этого. И вот хотел бы я именно этого. Самой собой. Самим собой. Стоять на огромной стиле. Впарить вам свой лохотрон. Я куплю твой марафон. Обязательно. Марафоны Арнольда Пиздобольского. Имеются противопоказания. Получите консультацию специалиста. Знаете, мне порой кажется, что Елена – это внебрачная сестра Сергея Бадюка. Она, конечно, не мастер спорта по всем видам спорта. И даже не ниндзя. Но ей тоже есть чем ответить. А так, эти бесконечные образования, только сейчас я параллельно учусь в четырех университетах. Вау. Да, и это процесс, который не остановить. А Елена и правда на кого? Ну, конкретно сейчас. Это все-таки направление действительно психологии и психотерапии. Раз. Это повышение квалификации в некоторых направлениях. Но это там, где еще профессор по особым моментам преподает, знаете? Изучение новых модальностей. Все это мне нужно, и параллельно я еще изучаю какие-то вещи, которые, да, не относятся к таким академическим знаниям, да, и это тоже все присутствует в моей жизни. И того ли она учится в четырех вузах? На психолога, на повышение квалификации в некоторых моментах, на модальности и на вещи, которые не относятся к академическим наукам. Мое почтение. Известно наверняка, что Елена обучалась у самых именитых инфо-цыган в мире, таких как Тони Робинс и другие. И ее марафон это не что иное, как сборная солянка со всех этих тренингов. И вот, казалось бы, ну кто поверит в чудо-марафон, который исполняет желание? Ну это же... Ну бред же! Ну бред! Должны же быть какие-то пруфы. И Елена их предоставляет. На своем примере. В 2016 году она чудесным образом победила на конкурсе красоты Миссис Россия. Правда это какой-то непонятный конкурс Миссис Россия Интернешнл. Ну типа как у Невского, помните? Но еще не успел сойти автозагар после выступления, когда стало ясно. Невский мистер не той вселенной. Это был конкурс-клон. Более того, по случайным стечениям обстоятельств в конкурсе Миссис Россия Интернешнл оказалось два победителя. Конечно супер неожиданно, потому что корону уже одели победительницей. У них было две короны что ли? Они подготовились или как это сделали? Не знаю. Вот победительница конкурса красоты. А это Елена Блиновская. Вторая победительница конкурса красоты. Но вы не подумайте, это не Лена проплатила победу в конкурсе. Наоборот. Вот той страшной бабы, которая первая победила. Вот у нее там свои подвязки в жюри просто. Ее готовили с 8 лет. У нее были серьезные планы, коммерческие проекты. Можно я сейчас пошучу, да? Да. С 8 лет готовили путевичество. Да. Все, шутка закончилась. Помимо этого, подтверждением работоспособности марафона служат примеры и жизни. И вот сейчас приготовьтесь к высокой концентрации бреда на секунду видеофрагмента. Предыстория. Три года назад Елена переехала жить в дом возле парка Горького. И все это время ей очень не нравилось, что для того, чтобы попасть в парк, приходилось делать крюк через постройки. А ей хотелось бы идти напрямую. Что вы думаете? Буквально на днях. Прорыли, открыли какой-то занавес. И оказывается, из моего дома теперь прям вот прямиком дорога в парк. Чтобы что-то прорыть в Москве, необходимо год минимум согласовывать, а потом еще три строить. И тут два варианта. Либо вселенная правда курировала строительство тропинки для Елены, либо все эти годы она знала стройки, а сейчас просто приклеивает бороду. Причем это вот реально, вот эта ширма, она стояла с тех пор, как я туда переехала примерно. Там все время шел какой-то ремонт. И вот ее, ба-бам. Это все марафон желаний? А, да. Кто исполняет твои желания? Мои желания исполняет небеса. Вам не кажется странным подтверждать работоспособность марафона событиями, которые и так произойдут? По такой логике она может смело дописывать у себя в инстаграм, что является вангой постфактум. Типа, если что-то где-то случилось, нужно говорить. Я об этом и так знала. Еще Елена мечтала увидеть дельфина с круизного лайнера. И вот, она на круизном лайнере. Угадайте, что было дальше. Поворачиваю голову, я смотрю, как издалека, просто на огромной скорости, просто летит, вот так вот, дельфин. Вот эта тема, кстати, работает. У меня вот, знаете, как было один раз? Я пошел за хлебом в хлебный и увидел там хлеб. Сначала я подумал, что это естественная череда событий. Но потом, обратившись к вселенной, я понял, что эта вселенная подсказала пекарям привезти хлеб именно в этот хлебный, потому что он, сука, возле моего дома. Для меня норма иметь второй машиной кабриолет, да. А если выбирать, с кем пообедать, я могу просто листать журнал глянцевый и просто выбирать, с кем я сегодня хочу пообедать. На своих интервью Елена частенько вбрасывает информацию о своей шикарной жизни и заявляет, что все дело в том, что она просто разрешила себе большие деньги. Деньги и большие деньги необходимо себе разрешить. Вы себе их не разрешаете, если у вас их нет. Поняла? Все поняли? Да, да, да. Но как это обычно бывает, Елена немного не договаривает. Сама Елена летает на частных самолетах, путешествует на яхтах и вообще наслаждается жизнью. Ее муж, крупный предприниматель, конечно же, тут ни при чем. Видимо, поэтому Елена выбрала для себя сферу исполнения желаний, а не постановки целей. Просто таким образом свой марафон может открыть каждый второй мажор, которому нечем заняться. Ну, мечтал я, значит, о кабриолете, да? И бац, у меня на следующий день стоит кабриолет. Да, его купил мой батя, но я его об этом не просил. В марафоне желаний Елены Блиновской существует три тарифа. Light, Standard и VIP за 30 тысяч рублей. Но он вроде как абсолютно не отличается от стандартного за 4. За 30 тысяч научат лучше загадывать желания? Ни в коем случае. Никакой разницы. Исключительно каприз клиента. Был запрос и пришлось его удовлетворить. Интересно, что за мечтатель захотел платить 30 вместо 4? А что у него в голове происходит? Типа, не-не-не, ребятки, я люблю прям вот так, вот-вот так. Марафон желаний это набор голосовых сообщений ватсап с заданиями. По типу, убраться в квартире, сформулировать список желаний, выяснить свои страхи и составить список негативных убеждений. По завершению марафона, дабы все прошло как по маслу и ты окончательно закрепил на себе клеймо марафонца, необходимо отправить в небо шарик. И не слушай их, скептики так нелепые, а лучше отпусти ты свой шарик в небо. После выполнения всех заданий и запуска шариков в стратосферу, твое желание обязательно сбудется. Ну, а если не сбудется, то это просто не твое желание. Я считаю, что люди, которым марафон не откликнулся, они просто еще не готовы. Ну, совсем. Просто на совершенно другом уровне находятся. И было бы намного круче, если бы все наше общество было на том классном уровне, где все по волшебству сбывается. На самом деле ситуация более печальная, чем кажется на первый взгляд. На инстаграм-профиль конкретно марафона подписаны 1 миллион 400 человек. И он наполнен отзывами, как после его прохождения тяжело больные люди выздоравливают. Другие заводят детей после долгих лет неудач. Но большинство отзывов абсолютно никак нельзя проверить, потому что на экране только текст. Да и проверять тут нечего. Прием, которым пользуется Елена, в психологии называется предвзятость подтверждений. Люди склонны искать доводы в пользу собственных суждений. Поэтому в марафоне необходимо составить именно список желаний. И когда что-то из списка сбывается, человек на подсознании связывает это именно с прохождением марафона. А чудо-отзывы о исцелении это не что иное, как манипуляция. Когда человек в отчаянии, он готов поверить в любые сказки, лишь бы подарить себе надежду. И вместо того, чтобы идти к врачу, альтернативным способом решения проблемы выступает марафон желаний Елены Блиновской, в котором исполняются мечты. Но на деле мечты в этом марафоне исполняются только у одного человека. Я не исполняю мечты. Я исполню только свои мечты. А вообще мечтать это дело хорошее. Даже поговорка такая есть, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но вот только платить, чтобы вас научили мечтать, никому не надо. Всем привет, меня зовут Гриша. Мне, наверное, как и всем было интересно всегда, сколько зарабатывают таксисты реально. Поэтому смотрим, я буду вести отчет, подписываемся и не забываем ставить лайки. Давай. Всегда сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Всегда сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Скоро будет все сбываться Скоро будет все сбываться Скоро будет все сбываться Классуем, блядь Пока